Здравствуйте, друзья! Содержание веков с разрешённым использованием с кодами 410, это срабатывается в любви. 420, торговые объекты, плюс 6500 квадратных метров, 430, яма, пиры, мазары, 440, объекты торговли до 5000 квадратных метров, 450, банковские, торговые услуги, 460, рестораны, кафе, столовые, бары, 480, дискотеки, танцы, танцплощадки, ночные клубы, 490, гаражи, многоярусные, также 410, выставочный, ярмарочный, ярмарочный фонд, конгрессовский центр. Этот индекс, то, что я перечислил, это всё входит в индекс 4.0.0. Остальные индексы, которые были уже установлены на данной территории, это индекс 3.9.3, это размещение объектов для проведения, изысканий, испытаний опытных и промышленных образцов. Также индекс 6.0.0, это размещение объектов в целях добычи методов и переработки, изготовления вещей промышленных способов. Данный вид разрешённого использования включает в себя содержание видов разрешённого использования с кодами 6.2.0 по 6.8.0. Это строительство, формы обогатительных, металлургических, машиностроительных, пищевых, и металлургических, солярных, газов, тепловых станций объектов в целях. Также 6.1.11.0, производство бумаги и картона. Это всё индекс 6.0. Предельные параметры разрешённого строительства меняются только в сторону сохранения. То есть, если раньше по плотности застройки стоял индекс 15.000 квадратных метров на гектар, а на показателе длинсоты застройки максимальный процент застройки просто прочих, то есть и сейчас бани будут установлены фактические использования. В принципе, я положил, если есть какие-то вопросы касаемо данного проекта, то выслушать и ответить. Уважаемый участник, пожалуйста, если у кого-то имеется вопрос, пожалуйста, только, пожалуйста, представляйтесь, потому что на собрании ведётся видеозапись. В основании Ваших выступлений будет сготовлен протокол. Это совсем неожиданно. Павел Леонидов, законов Аликсий Алексеевич. У меня вопрос один. Просто добавляется к существующим кодам новый код использования, о котором Вы говорите, да? Да, совершенно верно. Добавляется, вот, формируется. Раньше была одна зона. Все знаете, что здесь институты, промышки и так далее. Была одна зона, она себя, как бы, вот так была прикладена, вот, правило, из-за неподдимой застройки. В 120-м постановлении проведена. Можно подойти? Да, пожалуйста, конечно. И стояли индексы вот эти, которые я ответил. Вот этого, это вот 600 и 9003. Вот эти полностью распространялся по всей данной территории. В данном проекте мы вырезаем по земельно-губовым отношениям отдельную зону. Также в нее будут входить эти же индексы, которые стояли полностью на этой зоне. И добавляется вот этот индекс 4-0 многофункциональный, который вот тоже имеет много очень функций. Все, знаешь, знаешь. Остальное по фактическому использованию. Да, да, я уже вижу. Еще такой вопрос. Смотрите, вот ПЗЗ, да, разрабатываются это городские. Это разрабатывается Москомархии тоже, как ты понимаешь, или нет? Да, это госуслуга. Вы обращаетесь к электронам, ведь если вы хотите, если вы собственник о каком-то участке, есть какие-то предложения по внесению определенного, по вашему обществу? Нет, нет, я просто объясню. Почему ПЗЗ уже принято, если не ошибаюсь, в 12-м, по-моему, да. В 17-м, в 17-м году. Почему публичная кадастровая карта, а не автоматом, не попадает? У нас до сих пор стоит индекс 1,2,7. Ну, потому что кадастровая карта, она живет саму по себе. Это Росреестовская база. Данное правило землепользования застройки – это градостроительное зонирование территории. Она просто регламентирует, показывает параметры использования и виды разрешенного использования. Это немножко разная плоскость. То есть, чтобы вас отразили на кадастровой карте, вы должны обратиться и поставить на кадастровую часть. Здесь автоматом это не делают, это не будут делать. Понятно. Ну, принесли меня все. Спасибо большое. Пожалуйста, еще вопросы. Да, пожалуйста, Игнатель. Да, то есть, Ростаков Георгиевна, глава господина Георгиевна Заказаринская. А скажите, то есть, это здание, в котором мы сейчас находимся, да? А что здесь, собственно, было раньше? Это вновь построенные здания? Ну, почему? Это уже давно, здесь институт. Институт. Я просто немножко не помню. Продолжение следует, если какой-то институт, соответственно. Это один институт был, да? Да, да. Потому что он перескопилировал. Ну, я так понимаю, согласно. В 2003-й. В 2004-й. Запомните, пожалуйста, просто для олимпирования. Я 2003-й, если я не ошибаюсь. Постройка 60-й. Все, 60-й. Нет, вот это здание современное. Реконструировано было здание. Ну, там было реконструировано для 4-й. А реконструкция? Войновой хайк? Войновой хайк? Нет, это реконструкция. Да, да, я вот помню сейчас. Ну, это 2-й. То есть выносит уровень по одному цели, да? Понятно. Еще, пожалуйста, вопрос. Да, пожалуйста, предварительно. Представьте, пожалуйста. Конечно, Полкачев, в него вероятности, потому что я уже не упаскаю, а кому принадлежит саму здание? Сумкумбан. То есть это частная собственность, а не собственность? Нет. Это отдельно, да. Именно СОВКО у нас, детская организация. По чему заказывают заработку? Собственник обратился. Собственник обратился. Соответственно, есть информация. А где-то есть какая-то информация о том, кто обратился? Москомаркетинг. А здесь на публичном случае есть информация о том, кто заказал проект изменить. А можно увидеть документы об этом? Он вам выдавал в электронном виде через фактал. Собственно говоря, это не возбраняется. Подождите, честно. Документы не входят в регламент данного мероприятия. То есть все, что здесь есть на публичных слушаниях, у нас есть только вот эта вот картинка с заголовком, а документы о том, кто заказал это в проект. И сам проект отсутствует. Он проект. Вот этот рисунок является с вашей точки зрения проектом. Но не с точки зрения телештым градостроительного регулирования. А с точки зрения градостроительного регулирования проектом является полноценный документ с информацией о заказчике, разработчике, пояснительной записке и так далее. Один из источников с рисунками, причем с этими, никак проектом не является не может. Это все рекомендируется как графа. Есть ли у вас проектная документация о упрощении, как ведущей данного мероприятия, сейчас у нас идет время от вопросов и ответов. Я задаю ровно вопрос. Ваше мнение, я задаю ровно вопрос. Есть ли на публичном слушании документы проектные на указанную работу? Что заказал, как заработал и так далее? Материалы представлены в виде двух схем. Все, вот эти две схемы, это единственная документация, которая сегодня здесь есть на публичном слушании. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Да, пожалуйста. По моему объекту, собственно говоря, в данном случае, все сдали в виде одному собственности? Да. А каким образом происходило в целом время права собственности? Елена Леонидовна, прошу прощения, это не предмет рассуждения. Почему? Мы это не сумешаем. Мы не учимся не в вручную. Вопросы. Мы это хорошо вестили, потому что речь идет о назначении. Елена Леонидовна, вопросы собственности вы можете уточнить, обратившись в единый реестр права недвижимого общества. Елена Леонидовна, у меня вопрос был на другую тему, на одном образе произошел этот вход в прошлом время. Прошу прощения, мы не располагаем такими данными, где-то мы не участники договора. Это имеет отношение к теме вопроса, потому что... Елена Леонидовна, мы не участники договора о купле-продаже либо переходе права. Мы можем этого не знать. Так, значит, на самом деле, совершенно неправильно приходится отходить в мой проект. От этого зависит, собственно, оценка функциональной зоны. А может быть, вот мы, например, в похожем случае сталкивались с тем, что часть объекта имеет одно значение, часть объекта – другое значение, и во всем этом мы сновидимы. В данном случае объект используется по одному прямому значению, это финансово-банковское деятельность. Понятно. Мы не располагаем такими данными. Вопросы, пожалуйста, еще, уважаемые, известные писатели. Как я понимаю, вопросов больше нет. Переходим к разделу мнения. Пожалуйста. Мнение, высказывание, пожелание, замечание, предложение. Мы предлагаем одобрить проект, потому что здесь идет столько банковская деятельность, привести все в соответствии с назначением и таким образом, как обычно, исполнить свои обязательства перед государственными и надзорными органами. Спасибо. Пожалуйста, еще мнение. Позвольте. Пожалуйста, не побежать. Пожалуйста, Грегуль Аликовский от депутата реального района. Мое мнение, что снова, как это было с другими институтскими территориями, у нас сейчас на публичной службе вынесли не проект, а два рисунка. Проектом это назвать нельзя. Никаких оснований, причем институтская земля должна только менить назначение. А на мой взгляд, в значении мы добавляем. Спасибо. Мы не будем давать оценку ничему выступлению, мы не имеем на это полномочий. Это было личное мнение участника собрания. Пожалуйста, еще. Так, на самом деле я напоминаю, что это не личное мнение, а это именно выступление для занесения в протокол. Я надеюсь, что в протокол будет занесено в предыдущие выступления. Все выступления будут. Я надеюсь, что в этом случае мы, к сожалению, этого не видим. Значит, просьба в будущем избегать такой ситуации. Далее. Действительно, здесь критичным является история вопроса. То есть, каким образом территория активического института начинает использовать под другие цели. Нам на данный момент неизвестно, законно ли была проведена эта операция. Так сказать, поэтому мы не можем в данном случае отобрять вот такое задним числом оформление, изменение назначения здания и территории. То есть, тут де-факто уже территория используется по основному назначению. Между тем, следовало сначала изменить назначение здания и территории, а потом уже эксплуатировать его, так сказать, в новом режиме. Это плохой прецедент. Он нас очень пугает, потому что это можно захватить вообще любые корпуса академических институтов. У нас на территории 44. Вот, поэтому нас тревожит любой прецедент с любым зданием. Вот, и поэтому мы просим вернуть этот проект. Я, например, по крайней мере, ответный в царе и своих избирателей, прошу вернуть проект на доработку, подготовить документы как по-водному и вынести проект на публичную сущность еще раз. Спасибо. Все выступления замечательных, поданные в письменную сущность, в виде на данном собрании будут внесенных протокол и переданы согласно регламенту об окружной, которая стоит на комиссию, без обновления. Также напоминаю всем участникам данного мероприятия, что каждый участник мероприятия, значит, в соответствии с контрактом жителей Кагаринского района и работающих границах данной территориальной зоны, рассматривая на данной публичной сущность, в течение 7 дней после окончания данного собрания имеют право подать в окружную комиссию письменные замечания, предложения, заявления. Окружная комиссия располагается по адресу Севастопольский проспект, дом 28, дом 24, помещений, культуры и западного мастеративного округа. Обращение можно подавать в службу одного окна. Режим работы в понедельник, в пятницу, в понедельник, в четверг, с 8 до 17, в пятницу, с 8 до 15. Еще, пожалуйста, вопросы, замечания, предложения. Если ЦКВ не поступило, предлагаю проголосовать за закрытие данного мероприятия. То есть на повестку дня выносится вопрос о закрытии собрания участников публичных слушаний. Кто за, прошу вас за. Кто против? Продержавшийся. Спасибо. Собрание за. Стоя решена. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...